Сегодня в Чебоксарах собрались главные врачи онкологических центров Приворского федерального округа. Тема координационного совещания – непрерывное медицинское образование. Нет ничего важнее человеческой жизни. Врачи-онкологи, как никто другие, это понимают. Именно здесь медицинская статистика чаще всего отмечает высокую смертность. Но современное здравоохранение не стоит на месте. Онкология, как одно из важных направлений отрасли, постоянно находится под контролем государства. Поднять ее развитие на новый уровень, добиться снижения печальных показателей – такую задачу ставит президент страны перед Министерством здравоохранения. В Чувашии уже можно говорить о первых положительных результатах. За последние пять лет в республике впервые снизилась смертность населения от новообразований. За текущий год на 7%. По показателям, если смотреть по онкологии, нам удалось снизить заболеваемость, нам удалось повысить выявляемость на 55%. Поэтому построили хирургический корпус, который сегодня нам позволяет говорить о том, что все больше и больше высокотехнологических операций проводится именно на территории Чувашской республики. В республиканском онкологическом диспансере развивается телемедицина. Она дает возможность прямо из операционной наладить связь со столичными светилами, чтобы получить нужную консультацию. Это позволяет сэкономить и время, и средства на обучение онкологов. Учеба таких специалистов должна идти постоянно, параллельно с новыми методиками, внедряемыми в практику. Онкологов не хватает, это подтверждают все участники координационного совещания. Но и отправить на обучение врача обычной районной больницы очень сложно, потому что заменить его некем. Здесь как раз выручают дистанционное обучение. В Чуваше эта система уже успешно работает. Ваша модель управления, она, кстати, является во многом инновационной онкослужбой. И то, что мы сегодня пообщались с вашим министром и с главным врачом, говорит о том, что данная модель будет развиваться. Система централизации оказания онкологической помощи не только на базе диспансера, но и на уровне центральных районных больниц уже с вовлечением первичных онкологических кабинетов в структуру онкодиспансера. Это достаточно серьезный организационный момент. Ваш опыт, безусловно, будет всеми очень внимательно изучаться, потому что это определенная ступень развития онкослужбы. В ближайшее время в онкологическом диспансере появится ядерный центр. Это позволит диагностировать рак на доклинической стадии, когда опухоль только зарождается. Это может спасти жизни многих людей. На эти цели в расходной части бюджета предусмотрено порядка 700 миллионов рублей.